ВЕДИЧНЫЕ ВЕДИЧНЫЕ КУХНИ Одно соленое блюдо, одно сладкое блюдо. Это вегетарианские блюда. Я предлагаю начать с Рафаэла. То, что называется Рафаэла сейчас, мы берем... Можно рассказывать. Так, это у нас кокос, правильно? Мы берем кокос, два блюда с использованием кокосовой стружки. Мы берем кокос, отсыпаем на глаз, то есть сколько мы хотим иметь сладостей. Отсыпаем, добавляем сухое молоко. Сухого молока много не надо. Добавляем сухое молоко и заливаем это сгущенкой. Это интересно. Сгущенка, она пропитывает кокос. Можно на это обычно минут 20, может быть час. У нас есть времени немножко, поэтому мы оставим пропитывать столько, сколько оно успеет. Доброе, как скажете. Это все мы перемешиваем. Если дома делать, то то есть годинку должно настрелиться, правильно? Да, да. Можно час, можно два, можно оставить на ночь. Это не принципиально. Если кокосовая стружка крупная, то ей нужно дольше времени. Если она мелкая, то она быстрее пропитывается. Вот можно видеть, что она смешивается. А можно показать еще немного, чтобы было видно? Вот. Чудово. А далее, какого оно будет выглядяно бывать? То есть это будут шарики, да? Да, это будут шарики. Вот, например, мы какую-то массу залили. И мы оставляем это сейчас пропитываться. Пока оно пропитывается, мы готовим второе блюдо соленое. Соленое блюдо называется райта. Райта – это теплый салат с использованием кокоса, картошки, йогурта. Непогано. И специи. Специи – это самый главный элемент физической кулинарии. Вот это мы оставляем пропитываться. До речи, Юля, у нас есть сюжет про вегетарианство. Я попробую его поделиться, пока мы будем готовить уже соленое блюдо. Можно. Вегетарианство – это диета, что сприяє схуденню и оздоровлению организму, которая является добровольной отмогой от споживания мяса. На сегодня существует несколько видов такой диеты. Основными принято вважать суворе и не суворе вегетарианство. Суворий вариант предпочитает отмогу не только от мяса, но и от рыбы, яиц, молочных продуктов, тваринного походжения. Дотримовать его используется протягом короткого термона, близко 2-3 недели. Это позволит очистить свой организм из шлаков, налагодить обмін речовин, скинути зайву вагу и сміцнити организм в целом. А от не суворе вегетарианство предпочитает отмогу лише от мяса. Это корисно людям будь-якого века, в том числе и дитям, людям похилого века и вагетным. Доследования ученик показали, что вегетарианцы живут на 8-14 лет больше, чем те, кто вживает в ежу мясо. Рослинная ежа позитивно впливает на работу шлунку, лечит, снижает уровень холестерина, забегает развитию сердцевосудинных заболеваний, увеличивает иммунитет и повильняет развития пухвин. А все это благодаря наявности особливых природных сполок, которые отсутствуют в тваринных тканинах. Отже, вегетарианцевая диета приносит величезную пользу нашему организму, но только тогда, когда она разнообразна и сбалансована. Ну что ж, мы продолжаем мочекаловаться. Я уже вижу, что масса воно немного загустела, как минимум. И сейчас же можно готовить кульки, правильно, Юль? Нет, сейчас мы соленые готовим. Если вы не против, соленый салат. Мы отварили картошку заранее, порезали ее довольно крупными кусками. Затем мы нарезаем кинзу. Если нет кинзы, можно любую другую зелень. Но кинза, она вкуснее всего по рецепту, по ведическому рецепту идет кинза. Мы нарезаем кинзу. И самый важный ингредиент в любой ведической кулинарии – это специи. Для этого салата мы используем масло. Масло – это не специя, но в любом случае... Ну, будь я ковопатка, майму-чаймайму. Используем зерно черной горчицы. Зерно черной горчицы, они придают очень-очень вкусный вид, цвет и аромат. В ведической кухне очень много всяких специй. Я не знаю, они такие резиномонитные. Я не знаю, а у нас реально в Николаеве их покупать? Или вы заказываете? Да, без проблем. Любые специи можно купить в Николаеве, в большинстве магазинов. Черная соль. Можно использовать, в принципе, любую соль. Но черная, она полезнее. Она вкуснее. Затем мы используем еще кориандр. Кориандр также называется... То есть кинза. Сушеная кинза – это кориандр. Вот черный перец. И асофетида. Асофетида очень понравится тем, кто любит лук, чеснок. То есть она довольно такая... Она остренькая. Такая придает копченый вкус. Асофетида – она белая. Мы это все сыпем. Ну, на глаз. Кто любит больше, специи меньше. И главный ингредиент – это йогурт. Йогурт можно приготовить самим. Это все домашнее, правильно? Все домашнее. Можно покупной, можно самой сделать. Кто умеет. Если бы было время, я могла рассказать, как делать самой очень быстро йогурт. Вот, то есть этот салат, он должен быть такой полужидкий. Он идет, он может быть, как подливка к рису. Или подливка к каким-то основным блюдам. Вот, после этого мы перемешиваем. По сути, весь вкус, который дает ее мясо – это специи, правильно? Да. То есть, по сути, можно заменить... Если правильно насыпать специи, можно заменить и мясо, правильно? По вкусу я имею в виду. Вкус мясу придает маринад обычно, или какие-то специи. По факту, можно точно так же делать. Я не буду спорить, вегетарианство добро или зло, я просто по факту, что вкус делают специи. Да, конечно, конечно, безусловно. Вот, можно делать даже из муки, можно сделать такое тесто, которое будет выглядеть, как мясо. Вот это наше рай. Неплохо. Вот, оно очень замечательно пахнет, выглядит. То есть, можно видеть, что оно жиденькое. Оно как, ну, такой жидкий салат, теплый. Можно делать его с огурцом, тертый огурец. Можно делать со свеклой, можно делать с разными бутами. Это наше блюдо. Пока мы делали салат, сладости уже приготовились. Вот, теперь мы берем эту массу, берем массу, вот, и просто немножко в руках разминаем. И кладем в середину орешек. Можно брать изюм, можно брать сухофрукты, можно брать что угодно. Вот, и вот так вот аккуратненько заворачиваем. Можно делать большие шарики, можно маленькие. Кому как нравится. Несмотря на то, что даже часа не прошло, и даже, может, десяти, все равно уже пытается. Кокосовая стружка, она очень быстро впитывает угущенку. Если крупная стружка, нужно дольше времени. Вот, у нас есть шарик, и в конце мы его обкатываем. Еще кокосы. Обкатываем в кокосе, чтобы он не лип. То есть он так будет выглядеть. Вот. Такие шарики мы делаем столько, сколько нам нужно. Еще есть секрет. Если хотим вкуснее сделать кокосовую стружку, можно ее пожарить. Она будет тогда золотистого цвета. А как это? На масле обычно? Нет, нет, просто просушить. Или в противне, или на сковородке. Просушить ее. Тогда она будет еще более ароматной, еще более вкусной. А чтобы те, кто нас послушали, не доходили до фанатизма, сколько нужно сушить кокос? Ну, она просто должна чуть-чуть стать золотистая. И начнет издавать вкусный кокосовый запах. Да. И все, то есть не надо ее пережаривать. Вот таким образом мы делаем наши конфеты. Неплохо, неплохо, неплохо. Ну, когда уже можно? Эти конфеты, они очень вкусные, они очень быстро делаются. То есть можно сделать такой замес и хранить его у себя в холодильнике. Если внезапно к нам приходят гости, то можно их раз, быстро-быстро накатать в любые шарики. И все. Вот такие наши конфеты. Вот. И также самая важная часть любой культуры, в том числе венческой культуры, что вы такого смачненького тут приготовили? Это все мне, Таня. Если что. Спасибо, спасибо большое. Розповідайте, пожалуйста, что вы приготовили? Ну, во-первых, у нас кокосовые шарики с орешками. Во-вторых, у нас салат. Расскажешь немножко о салатах? Салат, картофельный салат, он называется райта. Это ведическое блюдо. Это теплое, из вареной картошки, кинзы, йогурты и спец. Вот, обязательно для наших телеглядачей, они запоминяют те ингредиенты, которые нужно класть туда. А у салатки? Сладости – это кокос, сгущенка. Можно добавлять сухое молоко, можно не добавлять. То есть кому как удобно. Вот. И внутри можно добавлять орешки, изюмчик или какие-то специи. Что ж, хотела бы поблагодарить вам за такие смачные, я думаю, рецепты. Мы обовязково скуштуем. У нас сегодня очень вкусный эфир. Шоколад, потом опять сладкое, потом еще... Юля, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо. Спасибо, что пришли в студию, показали нам, как вкусно готовить и без мяса. До свидания. До свидания, если кто-то не зрозумев. Субтитры подогнал «Симон»!